Итак, ребят, всем привет, с вами Warhammer, и сегодня мы обсудим нововведение на сайте CSGO Lounge, который все-таки не закрыли, а его немножко обновили. Сделали то, что теперь нужно регистрироваться на этом сайте, и потом вы можете привязать аккаунт Steam, через который вы сможете спокойно логиниться. Потом они вывезли также апдейт, что они, собственно, и поменяли. Текст еще не приведен, я более-менее попросил Дэна перевести его, чтобы все было точно и правильно. Итак, во-первых, что CSGO Lounge сделали? Они купили специальную лицензию на то, что вы можете теперь делать ставки, и как бы Воливо теперь не придерется к этому. И за счет этой лицензии ставки можно теперь делать только с 18 лет, и в плюс не во всех странах и регионах. Но, конечно, насчет 18 лет я не знаю, зачем это было делать, потому что нынешние школьники никто это правило не будет соблюдать, и они просто будут себе ставить какой-нибудь там 97-й год, и спокойно все равно заливать скины на ставки. Так что я не знаю, как вот пытаться именно так запретить с 18 лет, типа, сделать, если это все равно не будет работать по-нормальному. Это никогда не будет работать, чтобы человек с 18 лет только мог это делать. Ну, бывают, конечно, честные люди, которые, типа, 80 лет, ладно, не буду это делать, типа. Но все же, обычно такого нету. Потом все это, конечно же, опять начало работать только вот с сегодняшнего дня. У них в Америке сейчас 1 августа. То есть они, как написали, типа, только в день 1 августа. Насчет того, в каких странах и регионах было запрещено ставить ставки. По всей Франции запретили, где только можно, в Бельгии, потом в Соединенных Штатах, в США запретили делать ставки, в Англии запретили, в Шотландии, Испании, Турции. Ну и там мелкие еще страны, Полинезия, Майот, Рейн... Рейун... Он, блин, господи. Вот. То есть по итогу запретили там делать ставки. Но люди могут выводить оттуда скины, которые были на ставках. То есть то, что им вернули. Вот. Конечно же, список стран будет пополняться с каким-то временем. Также сайт несет ответственность за шмот, который лежит на сайте, потому что волево давали тогда 10 дней дедлайна на то, чтобы закрыть сайт. И поэтому там боты с ботами могли что-нибудь и сделать все-таки в Valve. Вот. Ну, собственно, что? Самое главное то, что сайт остался работать. На нем также можно продолжать трейдиться, что я и буду, ребят, делать на... Начиная где-то с третьего числа, в пример, в этот момент я получу еще два... Ну, я буду начну трейдиться с четырех ключей. Буду это также делать на стриме. Так что, ребят, заходите на стримы, я буду трейдиться, то есть играть, и через какое-то время там на пару... Ну, на час уходить трейдиться буду. На CSGO Lounge. Так что, я доволен то, что сайт не закрыли, а ставки попытались сделать как-то с 18 лет, но все же все это правило будут обходить. Конечно же, мне было пофиг на ставки, потому что для меня самое главное это было трейдерская площадка, которую все-таки не закрыли, и можно продолжать трейдиться. Потом, я помню, многие кукарекали то, что, типа, ой, сейчас скины, типа, обесценятся, то, что рулетки закроют, тому подобное. Ребят, вы понимаете то, что эти скины вы сами же и обесцените, потому что люди начнут продавать по нормальной цене, но кому-то нужно уже продать побыстрее, и все начнут так, тем самым, снижать цены. Из-за этого все и дойдут до того, что цена снижается, там, на 50-60 баксов на скин. Но если люди не будут так делать, а будут, там, продавать по нормальной цене, то скины не обесценятся никак. Потому что, конечно, да, я понимаю людей, которых, например, дохлён было ножей, там, потом с этих рулеток, и они, там, останутся только самые ценные. Если они будут продавать по дешевке, тогда, да, там, ну, какое-то время скины будут дешево стоить, но, в основном, цена останется, как по мне, неизменно. Ну, может быть, плюс-минус 10 баксов на других вещах. Ну, это такой самый максимум. Вот. Что же, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите скорых трейдов. Они обязательно будут. Пока-пока и удачи вам.